Сегодня, друзья, познакомлю вас с растением, которое дает силу богатырскую. Ведь, по легенде, Илья Муромец смог одолеть соловья-разбойника, благодаря тому, что вдохнул его чудовиственную силу. И растет этот, на первый взгляд, неказистый цветочек сплошь до рядом. На лугах до лесных опушках выделяется солнечными, ярчайше-желтыми цветками с четырьмя лепесточками. Да, друзья, эта лапчатка прямо стоячая. Второе ее название – колган лекарственный, потому что есть еще и имбирный, произрастающий в Китае и Таиланде. У нас же речь идет о диком колгане, который в нашей народной медицине уже несколько столетий считается одним из самых наиценнейших растений. Называют его еще дубровка, либо пупная трава, завязанный корень, так как с его помощью можно было очень быстро завязать кишечник даже при самой сильной диарее. А вот на Западной Украине его называют «карпатский женьшень» за то, что приумножает силы и повышает потенцию. Потому колгановый корень называют еще мужская трава. Наверняка мужчины наслышаны о знаменитой колгановке. Эта спиртовая настойка вытягивает все целебные свойства колгана. Особенно вкусная и сильная настойка получается, если добавить еще и сладкий корень солодки. Лично я не понимаю тех людей, которые пьют просто чистый спирт. Ведь на нем можно сделать прекрасные, ароматные, вкуснейшие, да еще и полезные настойки. И оправдание есть, что настойка сугубо для повышения аппетита и укрепления здоровья. Достаточно качественный корень колгана сейчас можно найти в эколавке, в магазине специй, либо в аптеке. Сухие корневища твердые, как камни, разбить их можно только молотком. Потому получается такой долгоиграющий вариант. Один корешок использую на протяжении нескольких дней. Сперва использую его при приготовлении какого-либо жидкого блюда. Даже после часа кипячения корень остается достаточно плотным и сохраняет еще большую часть полезных веществ. Потому я его нарезаю на более тонкие слайсы, их подсушиваю. И вот эти слайсы потом повторно использую во всевозможные блюда. Супы, каши, компоты. Для меня было приятным открытием, что корень колгана оказался не какой-то лечебной противной невкусностью, а вкуснейшей и ароматнейшей добавкой к блюдам. Впервые нарезая корень колгана, сразу ощутила достаточно приятный и насыщенный аромат. Нюхаю этот корешок, нюхаю, ведь что-то такое знакомое. Так и определилась. Ну, точь-точь аромат земляники. Не сортовой клубники, а вот этой пахучей лесной ягоды. Да еще и цвет такой невероятный, за который его называют кровяной красный корень. Именно он придает привлекательно насыщенную расцветку колгановке. В общем, корень колгана оказался для меня перволюбовью не только с первого взгляда, но и с первого нюха. Колгана использую постоянно, но совсем по чуть-чуть, так как он очень мощного действия. К примеру, его никогда не пьют стаканами, настойку только каплями, а отвар ложками. И при любом способе приготовления корни всегда используются повторно. И не забудьте их, вынув из настойки либо отвара, измельчить, пока они не такие твердые. У колгановки потрясающие вкусовые качества. Вот один мой знакомый сперва искал и копал перстач по полям, а потом, в конце концов, принес лопчатку прямостоячую и высадил себя на участке. Я удивилась сперва, ведь купить ее достаточно несложно. Он говорит, нет, купить смогу только сушеный корень, настойка будет более красивая, насыщенного, интенсивного цвета, но зато со слабым ароматом и явно выраженной горечью. А для того, чтобы получить колгановку, которая будет вкуснее самого элитного коньяка, необходимо обязательно взять и натереть свежий корень. А корни обладают целебной силой-то только ранней весной, либо поздней осенью. Попробуй-ка выискать миниатюрную лопчатку в это время в открытом поле. Надо будет себе еще с лета какие-либо опознавательные пометочки ставить. Хотя корня-то и немного надо. На один литр спирта достаточно будет всего лишь одного корешка. Если вы будете сами искать в поле колган, то знайте, что лопчаток великое множество. И для того, чтобы найти самую целебную, прямостоячую, желтые цветочки необходимо высматривать только исключительно с четырьмя лепестками. А ведь даже на некоторых оптичных упаковках иногда можно встретить фотографию колгана с пятью лепестками. Это неправильно. Скорее всего, это фотография лопчатки ползучей. А ведь наш колган должен стоять четко, прямехонько, для того, чтобы поднимать тонус, потенцию и вообще силушку богатырскую. Если вы будете покупать корешки колгана, то смотрите, не ошибитесь. В начале ролика я упоминала, что под таким же названием существует растение семейства имбирное. Называется оно колган или тайский имбирь. Его действие тоже расчудесное, схожее с корнем имбиря. Но уникальных свойств дикого колгана, которого у нас еще называют украинским женьшинем, оно не имеет. В интернете полно безграмотных картинок, на которых под названием колган, микс из цветков, лопчатки и не всегда прямостоячие. И корневищ тайского имбиря. Потому если вы будете выписывать колган в интернет-магазине азиатских специй, то, скорее всего, вам пришлют колган семейства имбирных. Его корни песочно-желтого цвета, точь-в-точь, как корни имбиря. У нашего же колгана корень красно-коричневый, а на разрезе потрясающий карминно-красные окраски. Мне прям камень драгоценный напоминает. Очень ценю его за то, что поддерживает силы в моем истощенном, изможденном хроническими болячками организме. Он незаменим при проблемах с пищеварением. Способствует усвоению пищи, повышает аппетит и даже используется при таких серьезных заболеваниях, как язва желудка, цирроз печени, рак поджелудочной железы. При кишечных расстройствах, отравлениях очень быстро купирует диарею, то есть понос. Его вяжущие и бактерицидные действия превосходят популярную кору дуба. Полагают, что действует на патогенную флору лучше, чем антибиотик пенициллин. Полоскание простым отваром эффективно при ангинах, танзелитах, стоматитах. Это первейшее средство при кровоточивости десен. Укрепляя стенки сосудов, обладает кровоостанавливающим действием, потому очень эффективен при чрезмерных менструациях, при маточных кровотечениях в период климакса, при язве желудка и язвенном колите. Если натертый корешок колгана протопить на жировой основе, то получим мазь, которая поможет при геморрое, экземе и даже псориазе. Колган проявляет антивирусную активность и повышает иммунитет, потому полезен и в период пандемии. Колган растение нетоксичное, но по воздействию, повторюсь, сильное. Расход лекарственного сырья получается небольшой, да еще и по кругу факторно используется. Единственным серьезным противопоказанием это будет жесткий атонический запор, так как у корня вяжущий вкус, и высокий протрамбиновый индекс, то есть повышенная сворачиваемость крови. В общем, друзья, обратите внимание на это замечательное растение, которое испокон веков использовалось в славянской народной медицине. Продолжение следует...